Музыка Мы в эфире? Хорошее видео, мне очень понравилось. Это получается деятельность вашей работы во всем мире, да? Я хочу напомнить нашим телезрителям, что ЮНИСЕФ работает в 190 странах мира, в том числе и в Кыргызстане, чтобы спасать жизнь детей, отстаивать их права, помогать их в развитии и свои способности. Мы также знаем, что защита детей это самая главная деятельность, получается, это то, чем вы сейчас занимаетесь. Но помимо этого у вас есть изменения климата, образования и здравоохранения. Можете объяснить, что такое изменение климата и для чего оно нужно именно в Кыргызстане? У изменения климата есть много аспектов, но точка зрения, которой мы придерживаемся, если будут последствия изменения климата, то большему риску подвержены именно дети. В Кыргызстане высокий уровень подверженности различного рода стихийным бедствиям. Мы горная страна, и если случится какой-нибудь ЧС, то в первую очередь большой риск пойдет на детей. К сожалению, последние научные данные показывают, что уровень оползней, землетрясений увеличивается, их количество и частота в Кыргызстане. Также во время зимы мы переживаем о загрязнении воздуха в Бишкеке, например. И также о том воздействии, которое она оказывает на здоровье детей. Ну давайте не будем, наверное, о таких новостях. Может, лучше скажите, какие мероприятия нас ждут на ближайшие дни, например, скоро День защиты детей. Приоткрывая завесу, Юки рассказывает, что мы сейчас работаем над подготовительным этапом запуска большой кампании против насилия в отношении детей. Мы сильно озабочены тем, что последние исследования, проведенные Национальным статистическим комитетом, показывают, что многие люди в Кыргызстане считают, что применение насилия над детьми, пить детей, физического насилия, оно приемлемо, когда воспитываешь ребенка. Три от четырех детей могут быть страдают от такого рода насилия. В Кыргызстане трое из четырех детей подвергаются такого рода насилию. Вы думаете, что это очень высокое, но это правда. Люди в Кыргызстане любят детей. Это мы знаем. Но, несмотря на то, что родители думают, что для дисциплины, это нормально, чтобы их убить. Эта цифра довольно высокая, но в то же время мы знаем, что в Кыргызстане детей любят. И родители думают, что из любви воспитывая их, допустимо их бить. Имеется в виду, если любят, то бьет. Если бьет, то любят. Что-то в этом роде. Но мы знаем, что из многих научных информаций, что вирус не должно быть толерен. Мы имеем никакой политики. Мы имеем никакой политики. Это показано, что насилие, оно наносит огромный вред ребенку. Поэтому у нас должна быть нулевая терпимость любого рода насилия. Я тоже мама, моя дочь, она еще маленькая. И я знаю, что есть много фрустративных моментов. Но есть позитивная способность привести детей. Это мы хотим продумать. Потому что то влияние, которое наносит насилие, то психологическое влияние, оно необратимо. Поэтому мы бы попросили вас подождать 1 июня, когда начнется наша кампания. И после того, как она начнется, мы бы хотели, чтобы все люди в этой стране объединились в защиту детей. Да, говоря о насилии людей, детей. В данном моменту наше воспитание, оно немного отличается от западного. Имеется в виду, у нас, например, могут ударить ребенка. Мы сейчас в данный момент говорим о прямом избиении, в прямом смысле этого слова по отношению детей. А что касается того, что, например, подзатыльник дать. Любой родитель когда-то в маленьком возрасте детей бил. Но не избивал, получается. Так раз ударил, чтобы ребенок успокоился, услышал. Или это тоже туда входит. Мы можем предполагать, что ребенок не понимает, поэтому мы так делаем. Но на самом деле это неправда. У ребенка отлично работает мозг, и он все прекрасно понимает. И дети понимают намного больше, чем мы думаем. И нужно с ними разговаривать. Есть прекрасная книга, которую Юки читала, когда она была беременна. И в этой книге описывалось, что ребенок, еще будучи в животе мамы, имеет память. Это размер головы, да, показывает Юки. Ребенок, когда он уже рождается, они уже понимают, они рождаются в сознании. Когда ребенок рождается, из-за того, что ребенок не разговаривает, родители могут думать, что он чего-то не понимает. Но их уровень в сознании и понимании высокий. У них просто еще не развиты навыки речи. Ребенок, которые лучшие ученики, они родители. Вместо того, что битвы, мы должны показать, не только говорить, мы должны показать, мы должны показать, как мы должны действовать. Так что я думаю, это лучший способ для дисциплины. Самый прекрасный пример – это наши родители. И нужно показывать, что через разговоры мы можем позитивно воспитывать детей, не прибегая к физическому насилию любому. But also science shows children who suffer from violence, also these children can repeat the same practice when they grow up. But also there is a very sensitive line. The parents, who are used to beating children, start beating children also without reasons, not because of the discipline. When the parents become nervous for any reasons, that can become very, very harmful. Родители, у которых есть привычка бить детей или такая склонность к насилию, они могут начать бить без какой-либо причины. И со временем это может идти по нарастающей и, в конце концов, привести к печальным итогам. And that leads to these very, very sad, tragic cases that we know that time to time there are such a very serious reporting, even children beaten to death. We need to prevent such cases, of course. И такие случаи приводят к тем последним событиям, которые мы все видели в СМИ, когда детей избивают до смерти. Поэтому мы должны предотвращать такие случаи. Вообще, от нашей интересной беседы мы поняли, что вы к нам родом из Японии. И мы знаем, что Япония отличается своим другим именно особенностями воспитания, именно детей. Что вы скажете об японском воспитании? Я думаю, это миф, потому что в Японии тоже есть проблемы насилия над детьми. Только недавно я читала статью, где обсуждалось применение физического насилия в семье. У нас есть тоже, к сожалению, такие случаи, когда детей избивали до смерти. И этот пример показывает, что положение насилия над детьми не зависит от экономического благосостояния страны, от культуры. Оно зависит напрямую от людей. И нам нужно знать просто, как защищать права ребенка. Но в то же время, во всем мире любят детей. И поэтому есть конвенция о правах ребенка. И эта конвенция, это тот документ, который был рекордное количество раз ратифицирован многими странами. So it means every country committee that we protect children and everybody can protect children. So this is a campaign we want to talk about this and we want to raise awareness of people. But also we want to change the practice. И мы должны, и это мы собираемся делать в нашей компании по защите из детства. В данный момент, например, можно сказать о том, что какой-то сосед наблюдает о том, что ребенка избивает. Но при этом он как бы воспринимает это так, типа это не мой ребенок, это же его сын или дочь. Он воспитывает или она воспитывает его как хочет. Но при этом что можно при этом сделать? Ребенок же не может сам подойти и сказать, что его избивают. Меня мама или папа. Что за такие случаи? Well, again, I think this is everybody's responsibility. We hope that the government, Missile Social Development, they have a helpline. So serious cases, anybody can report, including children, the number 111. Насилие над ребенком – это дело каждого человека. И ЮНИСЕФ работал совместно с Министерством социального развития и создали телефон доверия для детей. И поэтому, если вы видите, что ребенка убьют, вы должны позвонить по номеру 111 и сообщить, чтобы соцработники пришли в этот дом. А какие меры будут приняты? Да, но также, что ученики, доктори, близкие, близкие, кто увидит, кто видит сигнал от нижней формы, у них обязанности. Также, дополняя ответ, ЮКИ говорит, что также учителя, социальные работники в школах и все, кто имеет дело с ребенком, это их обязанность. Если они распознают признаки насилия над ребенком, они должны об этом доложить. Мы знаем, что в Кыргызстане 12% детей, у которых как минимум один родитель уехал в миграцию, в трудовую миграцию. Поэтому они воспитываются, возможно, без родительского присмотра. И вы можете заметить, что очень серьезные случаи обучения ребенка часто случаются в таком семье, когда они должны смотреть много детей, не только на своих собственных, но и на своих родителей. И, возможно, вы замечали, что в последних событиях населения над детьми, которые описываются, они случаются в тех семьях, где взрослые смотрят не только за своими детьми, но и за детьми-мигрантов. Мы должны понимать этот факт, что, конечно, это большой проблем на семье, поэтому они тоже должны быть поддержаны, пока они будут проведены в таких серьезных случаях. Но также ученики, доктор, социальные работники, близкие, кто не имеет сигнал, чтобы поддержать такие семьи и детей. Мы понимаем, что воспитывать такое большое количество детей это большая тяжелая работа, поэтому семья, до того, как что-то случилось, они должны быть поддержаны. И если соседи, учителя, доктора, кто-то видит, что в семье что-то не ладно, они должны поддержать. That's why protection of children is not just parents or one family's work. It's about society. And again, Kyrgyzstan, I think it's beautiful that everybody is ready to look after children of relatives or others. This is a beautiful basis of Kyrgyzstan. And there should be a good way of protecting children in this country. Поэтому защита детей это дело не только родителя, это дело всей семьи, сообщества, общества нашей страны. И как мы знаем, в Кыргызстане родные родственники готовы присмотреть за детьми друг друга. Они любят тоже этих детей. Поэтому это очень прекрасный сигнал тому, что мы можем построить хорошую схему защиты для ребенка. Because it's a lot better for children to be in a family environment, even though their biological parents are not available, we need to have children in the family, not in orphanages or institutions. That can be even worse for children. Поэтому, учитывая наилучшие интересы ребенка, для ребенка очень важно воспитываться в семейном окружении, дома. И когда создаются такие условия, другие, и семья смотрит за ребенком-мигрант, это лучше, чем если бы ребенка отдали в какое-нибудь резиденциальное резиденциальное учреждение. So I think if we work together to really support a family, there should be a beautiful way of bringing children to Кыргызстан. Поэтому я думаю, если мы будем работать все вместе, поддерживая семью, у нас могут быть много возможностей и путей для того, чтобы воспитать прекрасных, здоровых, счастливых детей в Кыргызстан. Какие меры будут приняты против родителей или родственников, которые избивали ребенка, если вам сообщают о таком виде? So when the... Yeah, what measures are taken against those who are beating their children? Of course, when it comes to very serious cases, it can be criminal charges. Конечно, когда это очень серьезные случаи, могут быть уголовные наказания. но самое важное это предотвращение предотвращение. Мы не хотим, чтобы такие случаи бывали. Поэтому я говорю о важности семьи и как поддержать эту семью. А теперь касательно именно 1 июня, какие мероприятия именно развлекательные для детей будут именно на День защиты детей? Мы пригласили редакторов и журналистов, представителей СМИ к Дому ООН. Потому что недавно было проведено многоиндикаторное кластерное исследование по положению детей, женщин в Кыргызстане, которые мы бы хотели поделиться. 1st of June is big. We are opening the exhibition with Bishkek city. And we will launch this campaign on the violence against children. And we will open the puppet show with Kermit Coach. And we start in Bishkek, but this puppet show will go around the country. It's a musical piece по мотивам фильма Kermit Coach, which will make a tournée по Кыргызстану вместе с караваном детских игр. So I hope across all these events people not only celebrate and then give the balloon and ice cream, we also need to think about the importance of protecting children's rights. For us, this is the day we raise the voice, but it has to be every day. So our life is tutoring and the protection has to be every day, not only on 1st of June. And 1st of June, да, конечно, мы проводим мероприятия, но мы также работаем круглый год, да, и наша деятельность по защите прав детей не ограничена 1st of June. Спасибо вам большое за то, что вы пришли к нам сегодня в гости, рассказали нашим телезрителям, как важно разговаривать с детьми, со своими детьми и как важно воспитывать из них правильных и хороших людей, ведь все-таки они наших будущих, как говорится. И напоминаем сегодня, что у нас в гостях UKMOKO, глава детского фонда ООН ЮНИСЕФ в Кыргызстане и Мавлюда Джапарова, специалист по коммуникациям по коммуникациям ЮНИСЕФ. Спасибо еще раз большое, что пришли. Дорогие друзья, как вы сегодня узнали, дети все понимают, дети все слышат, дети, самое главное, все видят, вы для них видят, все, вы для них пример в первую очередь. Нужно воспитывать их правильно, нужно воспитывать их без насилия. Ну, вы можете это все увидеть у нас в коротком ролике о детях, о прав детях, поэтому переходим к этому ролику. Да, скоро день защит детей, дорогие друзья, давайте готовиться к этому. Забота о детях это беречь своих детей. Чтобы дети не терялись, чтобы их никто не съел. Меня водит в школу мама. Покупает разные вещи, и она нас беречит. Четает мне каждый день. Сначала папа, потом мама, сначала папа, потом мама. В математику сам черновик переписываю, а все уроки с мамой делаю. Самое любимое блюдо, что мама готовит, это лапшичка. Я больше всех на свете люблю папу. Мой папа вот такой сильный. Мама меня любит. Мы продумали с мамой игру паучок. Я бугажечка, а она паучок. И всегда я выигрываю. Мои родители о детях должны забыраться, и дети. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова